Всем привет! Сегодня в этом видео я промою фильтра в трёх аквариумах. И мы посмотрим, сколько же грязи, разной грязи, мути они нафильтровали. Хотел я это видео снять через две недели, после того, как снял то видео с обзором на фильтра. Но прошло чуть-чуть побольше времени, потому что я отъезжал сейчас и на дачу, и другие дела были. Вот так вот. Так что давайте приступим. Начнём, как обычно, по порядку с большого аквариума и пойдём дальше к меньшим. Ну вот я достал первый фильтр из большого аквариума. Это фильтр Eheim Aquabal 180. Ну, я уже в прошлом видео про фильтра рассказывал, почему я их взял. Именно этот фильтр. Ну и рассказывал в том видео про плюсы и минусы. Поэтому, если вы не смотрели то видео, рекомендую сначала посмотреть его. Подсказку я оставлю. Ну вот, извлёк я губки из отсеков. Видно, что губки очень грязные. Очень много разной грязи они на себя взяли. И сейчас будем это всё промывать в ведре. Обычно я это делаю под краном, но сейчас я это сделаю в ведре, чтобы посмотреть, сколько же мути получится. Ну вот я промыл все четыре губки. Ну, три большие, а одна вот такая маленькая, крупнопористая. Ну и вот сколько грязи получилось. Только ведро такое небольшое, но руку прям, ну вот не видно. Прям как такой, как кофе, цвета кофе такого получилось. Кстати, рекомендую, у кого дома, если есть растение, можете эту воду не выливать, а полить ей растение. Это очень такое неплохое удобрение, я это так иногда делаю. Ну а сейчас этот фильтр я установлю обратно в аквариум и достану фильтр из другого аквариума. Ну вот извлёк я фильтр из 30-ти литрового аквариума. Это фильтр RISUN на 40 литров вроде бы. И я в том видео, где я делал обзор на этот фильтр, я сказал, что он без аэрации, на них нет аэрации. Но я узнал, что оказывается есть всё-таки у них система аэрации. То есть сюда, как и на фильтр аквариума, ставится такая насадка, идёт шланг и подаётся аэрация. Но, видимо, она у меня где-то затерялась когда-то, потому что этот фильтр у меня достаточно давно. Ну и поэтому у меня аэрации нет. Ну и давайте промоем губки из этого фильтра. Вот я их уже извлёк, как вы видите. И они достаточно неплохо собрали всю муть, всю грязь. Даже вот виден такой налёт сверху на них. Но я скажу сразу, что эту систему фильтрации делал я сам. Штатная, какая там штатная система фильтрации, я не помню, но эту делал я сам. То есть это губка Ювель фирмы. Я её обрезал, сделал вот такие две губки мелкопористые, положил их в нижний отсек. И сверху поставил тетеровскую губку, она уж такая крупнопористая. Ну вот столько тоже, немало мути получилось из этого фильтра. Тоже достаточно такой тёмный грязный цвет воды. Хотя, учитывая, что этот фильтр и меньше, и сам аквариум меньшего объёма. Но грязи тут, мне кажется, даже ничуть не меньше. Ну, конечно, меньше, но тоже неплохо. Достаточно неплохо этот фильтр фильтрует. Ну и всё, тогда переходим к последнему фильтру из 10-литрового аквариума. Я извлёг фильтр из 10-литрового аквариума. Ну, сразу скажу, что мне этот фильтр не очень нравится. Он так не особо хорошо фильтрует воду. Но это может быть по той причине, что здесь у него стоит губка, а не картридж. Это фильтр картриджный. У него устанавливаются картриджи. Но так как картриджи почему-то до сих пор всё никак не приобрету, я сюда вставил губку. Может, приобрету картриджи, фильтровать он будет получше. Ну, а сейчас давайте промою, покажу, сколько грязи собрал этот фильтр. Ну, вот, я и промыл губки. Как я и сказал, они не очень хорошо фильтруют. Не очень хорошо фильтруют, не так уж и много грязи в них. Хотя и сам фильтр меньше, и аквариум меньше, но что-то, мне кажется, слабовато он фильтрует. Ещё пару слов скажу про этот фильтр. По-новой я начал извлекать губки из этого отсека. Нет, почему-то, не знаю, может, мне такой фильтр попался, или немножко я неправильно это делал. Почему-то мне проблематично всё время расстыковать вот эти вот стыки. И потом, даже если легко они расстыковываются, потом сложно состыковываются. Оно соскакивает постоянно. Поэтому при помощи щипцов я вот отсюда просто достал все губки и промыл. Вот так вот. Вот я установил этот фильтр в аквариум. Ну, вот что мне нравится в этом фильтре, что он такой компактный. В таком 10-литровом маленьком аквариуме он очень неплохо вписывается и помещается. Извините, что такой аквариум тут немножко грязный, не убранный. Но в следующем видео я буду всё убирать, потому что я сейчас уезжал. И все аквариумы у меня были на такой консервации. Ну, про это я расскажу в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну вот мы и промыли все фильтра в аквариумах. Во всех трёх аквариумах. И что хочу сказать. Очень понравились мне фильтра в 120-литровом аквариуме и 40-литровом аквариуме. Достаточно неплохо эти фильтра фильтруют воду. Но в 10-литровом аквариуме, да, может всё-таки поставлю картридж, будет получше. Но это уже попозже посмотрим. Ну, буду тогда заканчивать это видео. Спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, можете поставить лайк. Если хотите что-то сказать, подопишите, пожалуйста, комментарий. Я комментарии читаю. Всё, всем спасибо за просмотр. Всем пока.